Я ночью просто ходил по коридору, вот первые три ночи ходил я по коридору, и я не кричал, но как слезы, знаете, вот слезы боли. У меня такое часто бывает у стоматолога, знаете, не кричишь, а слезы льются. И я помню, я иду по коридору, и я вот, как бы, от боли остается, но я чувствую, что у двух рядом. И он поперит свою песню, как близко ты держишь меня. Я вам заметил, что вот особенно, когда ты в тяжелых обстоятельствах, ты очень сильно чувствуешь Богом. Аминь. Еще нет просвета, еще больно стало, еще есть осанна от проблемы. Но ты понимаешь, что ты не один в этой проблеме, понимаете? Ты не один. Есть тот, который поймет, и даже когда ты с ним вместе молчишь, ты в этой проблеме с ним разговариваешь. Вот он все узнает. Бывает такое, да? Молчишь, и просто промолчание на разговорах Богу. Аминь. Я сегодня хочу рассказать историю. Я получил это откровение две недели назад, но не было возможности поделиться. И это слово будет не просто членом церкви. Это будет слово только к служителям. Меня поймут сегодня только к служителям. Вас будут смотреть по видео, и, может, кто-то еще будет посмотреть, кого не было. Есть слово, кроме всех, но сегодня, поймите меня правильно, меня поймут только те, кто служат. Речь идет не о пасхаре, речь идет не о дьяконе, речь идет о каждом человеке, который несет какое-то служение в церкви. Аминь. И я благодаря Богу, что у нас 90% из того, что у нас есть, все служат. Только, как мы можем, все служат. И меня поймут сегодня те, кто служат. И я назвал сегодня пробовать «Вернись Иисусу и вернись к служению». Я думаю, что в этой фразе есть взаимосвязь. Многие люди оставили свое служение, потому что они стали Иисусом. Многие люди перестали видеть смысл служить, потому что перестали видеть Иисуса. Начали видеть людей, обстоятельства, сезоны, дожди, проблемы, но перестали видеть Иисуса. Потому фраза «Вернись Иисусу и вернись к служению» имеет взаимосвязь. Чем опасно служение без Иисуса? Вот ваше мнение. Можно служить в церкви без Иисуса, зная, что есть Иисус, но не имея с ним общения, служить. Можно так или нет? В религии можно. И если хотите, запишите эту фразу, она мне очень сильно понравилась в свое время. Религия – это служение Богу без Бога. Это не моя фраза, но, короче, это зацепило меня. Кроме было 13 лет, я был на одном семинаре, и один проповедник, Николай Бессарабов, я не знаю, по-моему, он уже перестал проповедовать, у него был какой-то инсульт, и на чьи она речь повлияла, он очень плохо разговаривает сейчас. И он сказал когда-то, мне тогда было 13 лет, я это запомнил, что есть люди, которые служат Богу, но без Бога. А есть люди просто ухудят из служения, потому что они потеряли взаимосвязь с Иисусом. И, знаете, Иисус очень много прилаживает усилия, чтобы тебя и меня вернуть к себе и вернуть к служению. Я хочу показать Евангелие от Марка, давайте мы с вами откроем. Евангелие от Марка, 3 глава. Мы посмотрим вот это взаимосвязь, что сначала нам нужно иметь общение с Иисусом, а потом иметь служение. Посмотрите, Евангелие от Марка, 3 глава, 15 стих. Потом зашел на гору и позвал себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на пропасть. Вот хочу обратить ваше внимание, первое, чтобы с ним были. А потом уже что? Посылать на служение. Не наоборот. Сейчас же бывает наоборот. Все, запряли человека в служение и все. И сейчас же человек на маяце оставляет служение. Но Иисус общался с учениками и призвал им, первое призвание, чтобы имели общение с ним. И первое послание к Коринфянам, смотрите, первое послание к Коринфянам, первая глава, 9 стих. Мы верим в Богу, которым вы призваны во что? В общение с Сыном Его, Иисуса Христа, Господом нашего. И я вам скажу, успех любого служителя начинается из личных отношений с Богом. Аминь. Заметьте, когда Иисус днем служил, он ночью общался с кем? С Богом. Аминь. Почему Иисус имел успех? Потому что Иисус постоянно имел отношение с Отцом. И он знал, куда пойти, в Капернаул, в Иерусалим, зайти в Ехезду, зайти в Симону Богу, Симону Кожевнику. Он знал, что делать. Когда его приглашали на праздник, он говорит, подождите, не время, вас сейчас пришло, он говорит, сейчас не пришло. Он знал, потому что он имел отношение с Богом и имел успех в служении. Аминь. Видите, отношение с Богом и наше служение похоже на то, услышьте меня, пожалуйста, надо строить меня больше, как я говорю. Фундамент, фундамент, на котором строится Бог, это твои и мои отношения с кем? С Богом. А то, что ты строишь на этом фундаменте, это есть твое служение, твое предназначение. Аминь. И в Библии говорили, давайте мы откроем это место. Евангелие, Аппфея, седьмая глава. Очень много образов видны в этой притче и образ семьи, и образ служения. Мне очень нравится образ служения в этой притче. Седьмая глава. Давайте мы с вами начнем с 24 стиха. Мы тут немножко, где случаи, порвали, я не вижу стихи. Итак, всяк, кто слушает слова мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил Бог свой на камне. Посмотрите, мы вернемся назад. Посмотрите, он говорит, есть время слушать меня, и есть время исполнять то, что я сказал. Вот успех служения. Слышать, что я сказал, и исполнять. И он говорит, смотрите, 25 стих. И пошел дождь, разлились веки, и подули ветры, и устремились на толку, на служение это. У вас, служители, бывают у нас отдания на нас? Бывают. У меня были случаи, когда просто орудия пускаются. Такой был сильный ветер, такая была буря, такое испытание. Они устремились на то, на служение. И он не упал. Это служение не остановилось. Почему? Потому что, а слово на что? Не потому что и пищи были хорошие, и окна были хорошие, и треша. Потому что фундамент был хороший. Аминь. Потому что в фундаменте есть отношение с Иисусом. А уже сферы, сферы, это уже наши дела и служения. Библия говорит, ваше шестой стих, всякий, кто слушает слова мои, и не исполняет их, я упаду влющего веку, без рассудка, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились веки, и подумали ветры, и нагрели на полку, и он упал, и было падение апеллина. Очень похожи образы со служением. Есть люди, которые не слушают, а даже если слушают Слово Божие, они же не исполняют в жизни. И вы сейчас слышали, как Слово Божие о тайной комнате? У нас должна быть тайная комната. Может, это будет 5 минут. Может, за время это будет 15 минут. Может, за время это будет полчаса, час. Но это твое личное время. Нужно начинать сходя без малого. Если нету тайной комнаты, если нету фундамента, реки погуют. И ты что? Подтерпишь урок. Потому, знаете, вот послание, чтобы наше служение строилось на камне, на Иисусе. Я скажу еще больше, чтобы наше служение основывалось на кровении. Вот я заметил, служение, которое строится на Иисусе, оно все равно будет терпеть эти анатолии. Вы заметили, что и на тот дом, и на том дом, что подволье верно. И многие люди думают, что если мое служение от Бога, значит, у меня трудностей не будет. Значит, веков не будет, дождей не будет, грозы, гроба не будет. Неправда. Буду. Аминь. Но твое служение, оно что? Устает. Аминь. Я каждый год, когда заканчивается год, я с декабря месяца, уже перед мячом Нового года, у меня есть самая главная молитва. Я говорю, Господь, спасибо тебе, что мой дом устоял. Я вспоминаю целых двенадцать месяцев, и я помню, что и дожди были, и гробы были, и молния, и сомнения, и страхи, и переживания, и предательства, и насмешки, и слухи. Но мое служение устояло. Аминь. И я вам желаю, вы служители. Вот у меня в сердце это желание, чтобы каждый член церкви был служителем. Кто-то налетное, кто-то материальное служение, кто-то финансовое, кто-то проповедует, кто-то душепописительство. Не может быть такой же человек внеслужения. Ведь заметьте, все наше тело имеет много органов, но все они сто, служат. Аминь. Палец служит. Ухо служит. Волосы даже служат. Я вам скажу. Все служат. Нету. Я когда-то на одного врача спросил. А есть орган моего тела, который не служит? Он говорит, нет. Терапевт сказал, нет. Ты его не видишь. Он служит. Я не вижу сердца, да? Вот есть то, что я вижу, да? Глаза, уши, это то, что на сцене видно все, да? А есть сердце, которое не видно. Есть почка, которое не видно. И если она, кстати, остановится, будет видно. Будет видно. И если сердце остановится, жена моя, будет видно. Аминь. Продолжение следует. Продолжение следует...